Даша, пойдём кушать. Пойдём кушать. Пошли. Пойдём кушать. Идём. Идём. Давай, иди. Так, касатики, что у вас тут? Заждались. Миски пустые. Филуша ещё спит. Утренняя дрёма, да, Фил? Кодиш тут не идёт. Спит на втором этаже, там, на водогрейном котле. Вот сейчас будем кормить. Да, кормить сейчас будем. Даша всегда садится вот здесь отдельно. Вот туда к тарелке редко подходит. Ей надо тарелочку придвинуть вот сюда, к ней, к королевишне. Такой. Покажи, где кушать. Нет, 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 ты так не пойдёт. Лапками иди покажи. Обленилась совсем, девка. Совсем обленилась. Ай, ай, с утра неохота, да? Вот так у меня начинается утро. Не с кофе, а с кормления кошек. Сейчас водичку буду свежую менять. Горшки мыть. Но потом только пойду завтракать. Да, дымку надо покормить ещё. Ну, что ты как хрюшка-то кушаешь? Ну, аккуратнее давай. Давай аккуратнее. О. И всё, что ли? Всё. Чуть-чуть совсем поел. И надо ему водичку открыть, чтобы он попил. Ой, вчера постирала свои ботинки. Стоят здесь, сохнут. Сейчас буду варить супчик. Грибной поставила водичку. Буду делать на куриных, вот на таких бёдрышках. Я обязательно срезаю кожу. Это всё дымка съест. Вот эти вот края тоже срезаю. В общем, целиком отвариваю. Потом уже мясо отделяю. Так, и грибы. Грибы у меня будут белые. Покупала в магазине Дикси. Вот, пришлось три пачки взять. Здесь их так мало. Раньше я покупала две пачки. Мне хватало. Ну, вот на такую кастрюлю, да. Сейчас, сейчас не хватает. В общем, как будто бы уменьшили количество. Да плюс ещё они оттают. Там воды будет полно. Это понятное дело. В общем, все три пачки хочу использовать. Хочу, чтобы суп такой был ароматный, наваристый. Вкуснятина. Всё-таки с шампиньонами такой ароматный суп не получается. Никакого аромата нет. Ну, и посмотрю. Так, посмотрю. Где-то у меня какая-нибудь вермишелька, может быть, осталась. Надо глянуть. Так, ага. А, у меня есть, вот они, звёздочки. Я их покупаю. Вот, помните, как в советских супах раньше, в пакетах звёздочки были? Тут, правда, чуть-чуть осталось. Сейчас посмотрю. Или звёздочки, или вот такую лапшу яичную добавлю. Даже не знаю, что добавить. Ладно, вытащу пока и то, и то. Потом, по ходу дела, будет видно. Вот, подготовила шкурку. Порезала на мелкие кусочки. Даш, ты чё здесь сидишь? Вот она, Дымочка. Дыма, ты чего-то это не доел-то, а? Ты чё, не доедаешь, толстая? Толстуха. На, на вкусняшку. О, давай, давай, иди, 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 иди. Давай, вкусняшку кушай. О, давай, давай, кушай. Никого не слушай. У нас всё капает. С крыши вода льётся. Хух, холодно. Раздетая вышла. Для зажарки, чтобы не тереть морковь, не резать лук отдельно, я всё складываю в блендер. Ну, как кухонный, от кухонного комбайна. Там чесночок у меня, чеснок буду добавлять лук и морковь. Вот такими крупными кусками режу. И сюда. Так. Грибы пока в воду положила. Смотрите, какие грибы крупными прям кусками. Вот сейчас они оттают. Я каждый кусочек пересмотрю, чтобы не было червивых. Так. Ну и вот на низкой скорости я измельчаю овощи для супа. Всё, 30 секунд и готово. Не надо ничего резать, тереть, пожалуйста. Так, маслица сейчас сюда. Ну, всё. Быстро и хорошо готовятся все овощи для зажарки. У меня на кухне здесь стоит тибетский молочный гриб. Несколько зрителей у меня просят сделать видео об этом грибе. В общем, всё рассказать. И, пожалуйста, если вам интересна эта информация, напишите просто плюсики в комментарии. Можете просто без слов плюсик поставить. Если наберётся достаточное количество плюсиков, вот, я сделаю видео об этом грибе и расскажу, где его взять. Кстати, мне совсем недавно попалась очень полезная информация о кокосовом сахаре. И я начала его смотреть в наших магазинах. И увидела. Так, только теперь не помню где. Так, дайте вспомнить. В общем, магнит, дикси или пятёрочка. По-моему, даже в пятёрочке, мне кажется. Вот такая пачка стоит сто... Так, сто восемьдесят девять, по-моему, рублей. Это органический кокосовый сахар. Он, по-моему, нерафинированный, мне кажется. Да, то есть он не подвергался дополнительной промышленной очистительной всякой там обработке. В общем, это кокосовый сахар из Индонезии. Вот, сто процентов, без всяких. В общем, этот сахар полезнее, чем наш обычный. Да, он дорогой, конечно. Я хочу на iHerb ещё посмотреть. Там он есть в разных расфасовках. И 500 грамм. Он есть на Валберес, он есть на Озоне. Вот, значит, вот такой кокосовый сахар. Во-первых, он вот так выглядит. Сейчас я вам покажу, если увидите. Так, не фокусируется, да? Ну, в общем, сахар коричневого цвета. Вот такого. Немножко он с грубоватыми какими-то частицами. Очень имеет специфический запах. Не такой сладкий, кстати, как наш сахар. Так, вот в составе органический кокосовый сахар, как бы и всё. При растворении допускается небольшой осадок естественного происхождения. Так, страна Индонезия. В общем, вот этот сахар очень полезен. Чем же он полезен? У него низкий гликемический индекс. Вот, 55. Не содержит ГМО. Вот. То есть, если вы всё-таки добавляете сахар в еду, в чай, в каши, там, куда-то ещё, выпечку, то я вам советую перейти на органический кокосовый сахар. От него будет пользы больше и вреда меньше, чем от обычного нашего сахара белого. Вот. Так что я сейчас буду покупать вот такой кокосовый сахар. Тростниковый не хочу покупать, потому что очень много подделок тростникового сахара. А кокосовый не подделаешь. В общем-то. Ничего так на вкус. Знаете, какой-то есть, конечно, привкус, но нормально. Нормально. Терпимо, по крайней мере. Напишите, вы кокосовый сахар используете или нет. Если нет, то вот, пожалуйста, вам идейка. Идею подбрасываем. Да. На Валберсе я видела, кстати, по-моему, 500 грамм. И на маркетплейсах цена, кстати, нормальная на этот кокосовый сахар. Можно через интернет заказывать. Ему, например, понравилось очень даже. Я в зажарку в конце добавляю немного бульона. Прямо несколько столовых ложек. И немножко тушу еще в сковородке вместе с бульоном. Потом только выливаю в суп. Так, ну вот, все три пачки ушли сюда, на кастрюлю. Так, сейчас немножко убавлю, иначе пена будет. Грибы для супа я не пережариваю отдельно. Просто хорошо промываю под проточной водой. Вырезаю все места подозрительные, где червячки, может быть, были. Все вырезаю, режу на кусочки и сразу добавляю в суп. Вот. Мне кажется, суп так более ароматный, что ли. И напишите, вот, что вы добавляете в грибной суп. Будь то суп с шампиньонами или с лесными грибами. Что вы добавляете? Вот я всегда почему-то добавляю вермишель или лапшу. В редких случаях я добавляю макароны, допустим, там, ракушки или там что-то еще. Но в основном лапша и вермишель. Может быть, вы что-то добавляете еще интересненько в грибной суп. Ну, пожалуйста, поделитесь. И грибы очень хорошо дружат с укропом. Я достала свой укроп замороженный. Вот. И сейчас его вот сюда положу. Ну, в таком небольшом количестве. Вот. Укропчик в грибном супе. Это супер вкусно. Так. Ну, вот так. Еще потом зеленого лучка сюда добавлю. Ближе к концу варки. И будет все окей. Супчик готов. Я обычно добавляю немного сметаны. Приятного нам аппетита. И так, значит, сегодня с утра я в этой комнате на мансарде закончила все дела. То есть, ремонт мы доделали. Я здесь сейчас все мыла. Мыла окна, полы, двери, все откосы. Шкаф вот этот, все, все мыло. Зеркало протирала. Короче, короче, сдаем эту комнату сыну. И он будет сюда перевозить свои вещи. Сейчас я вам покажу эту комнату после ремонта. Значит, у меня много новых подписчиков. Поэтому я немножко какую-то информацию, может быть, буду дублировать. Вот. Значит, смотрите. Вот входная дверь. Это комната мансардная на третьем этаже. 55 квадратных метров. Здесь когда-то жил младший сын. Сейчас сын переехал в свою квартиру. Вот. И комната пустовала. И она была у нас не в очень хорошем состоянии. Почему? Потому что мы вскрывали вот эту вот всю часть. Я уже говорила, но я повторюсь для новеньких. Вскрывали вот здесь всю вагонку, чтобы отремонтировать кое-что на крыше. И вот здесь у нас щиты, которые открываются вот здесь в боковушке. Мы тоже их все открывали, чтобы под крышу туда залезть и, в общем, кое-что там подремонтировать. Когда у нас уже крыша там, в общем-то, все мы залатали, что нужно. Мы полностью все вернули назад. Но, естественно, это было очень некрасиво. Где-то было испачкано в пене, где-то еще что-то. Поэтому нам нужно было обновить эту комнату, сделать косметический ремонт. Значит, вот смотрите. Вот дверь входная, да? То есть она у нас вот сюда. В холл. Кошки сюда рвутся. Нет, не пущут. Пока не пущу. Так, значит, шкаф здесь вот такой угловой, он мне очень нравится. Значит, вот смотрите. Вот такой шкаф, он как бы немножко изломан. Он состоит из двух частей, но они между собой соединены. Вот. Ну, здесь пока пусто. Смотрите, это как мини-гардеробная комната. Значит, вот можно даже сюда зайти. Вот здесь полочки. Вот еще полка большая для тех вещей, которые, в общем-то, редко носим. Здесь бы еще какую-то подсветку сделать, будет вообще классно. Здесь вот штанга для одежды. Ну, здесь уже что-то лежит, одеяло. Вот. Так что очень удобный шкаф. Вот, пожалуйста, как мини-гардеробная, да? Вот, и здесь, и здесь вот такой отсек с полочками. В общем-то, мне так нравится этот шкаф, вообще супер. Вот. Мы его поставили сюда, потому что крыша идет вот на склон, и мы его туда вот придвинуть как бы особо не можем, потому что он уже все упирается, он дальше уже по высоте не влезет. Здесь образовался вот такой закуток. Сын все сам старший здесь расставит. Это его комната. Все. Мы только сделали с мужем ему косметический ремонт, а дальше он сам. У него здесь все будет заставлено. Все заставлено. Вот. Значит, по поводу того, что мы батареи вот эти вот не покрасили бежевым. У нас закончился колор. Мы его весь израсходовали в краску вот для потолка, для стен. Вот. И закончился колор, и неохота было, честно говоря, ехать в магазин. Вот за единственной баночкой колора этого. И тем более вот здесь все будет заставлено мебелью. Все будет заставлено. И тумбочки, и полки, и стеллажи у сына. У него вот сейчас в его комнате просто свободного места возле стен нет. Поэтому эти батареи будут и не видны. Ну, может, тут местами где-то. Вот. Значит, кровать уже... Я пока так поставила, но сын сам переставит. Это я вам показываю временно, временно расстановку, так скажем, после ремонта. Значит, все чистенько. Здесь тумбочки будут какие-то прикроватные. Дальше. Окно. Так, окно. Значит, сын наверняка сделает желези сюда. Ну, наверняка. Я же повесила шторы. Они старенькие. Они давным-давно у меня лежат в шкафу. И те сняла. Они вообще не подходили. А вот эти коричневые нормальные шторы пока пусть висят. И повесила тюль. Потому что там соседний дон. И, в общем-то, тоже окна примерно на нашем уровне. Ну, и чтобы, в общем, ну, чуть-чуть прикрыть комнату все-таки, да? С тюлью, с занавесками поуютнее. Вот. Сын занавески снимет. Я знаю. Им надо желези. Это уже он сам будет делать. Так что мне пока не важно. Он здесь будет хозяин, сам будет делать. Ну, и все. И вот эта часть, которую мы делали с мужем. Вот. Тоже все покрасили. Поменяли обои кое-где. Потому что были грязные обои. Хорошо, что у меня полурулона оставалось. Мы его выработали. Эти полурулона. Этих обоев. Прям вот впритык. Вот когда у меня что-то прям заканчивается, вот впритык, значит, мы сделали все правильно. Краски у нас ушло. Тоже вот все. Всю домазали. Всю домазали до конца. Вот. Уголки вот эти вот белые нам обязательно надо было сделать. Потому что там настолько кривые углы, что мы уж прям с ними не зная, что делать было. Деревяшки криво туда ложились. Поэтому мы сделали вот такие вот уголки белые, аккуратные. В общем-то, все хорошо. Ну и здесь у нас кладовка. В кладовке все без изменений. Вот. В общем, сын начал все переносить. Все будет сам ставить по своему желанию. Но это будет все долго тянуться. Поэтому я вам показываю то, что на сегодняшний день. Вот. Венеция балдеет. Балдеет. Раньше же этот ковер у меня в кабинете лежал. И вот она по нему скучает. Я сюда принесла, потому что я замучилась его от кошачьей шерсти чистить. Здесь мы сюда, вернее, мы кошек не пускаем. Поэтому здесь ковер чистенький всегда. Так. Ну вот. Наша эпопея с ремонтом закончилась. Какой ремонт мы будем дальше делать, я не знаю. У меня осталась краска. Вот. Вернее, для радиаторов. Я хочу по всему дому пройти и просто подмазать кое-где батареи местами. Вот. Ну и, в общем-то... Да, в кабинете я сделала перестановку. Я вам позже покажу. Сейчас у меня там пока бордольера небольшой. Вот. Когда я там наведу порядок, я вам покажу еще и свой кабинет. Так. Ну все. Венеция, пошли обедать. Пошли. Я уже есть хочу. Давай. Сейчас заберу телефон. Вот. Я окно помыла даже. Холодно еще совсем открывать, Насте, шоконы и мыть. Все чистенько. Пойдем, Венеция, уходим. Все, все, пошли обедать. Пошли, 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 пошли. Выходи. Я знаю, тебе здесь нравится. Выходи, красавица. Выходи, да. Давай, 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 давай. А то я других не пускаю. Ты у нас привилегированный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok